Тойота Пасса 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 Но сейчас погода не позволяет, поэтому мы в помещении А вообще автомобиль очень красивый, классно смотрится На капоте нет сколов, мелкие и микро какие-то есть на лаке А до краски таких сколов нет То есть состояние краски по кузову в полном порядке Есть пару замечаний с правой стороны на водительской двери Там небольшие царапки есть Но так машина уже пришла из Японии Можно было бы конечно перекрасить, но этого делать не стали Так вы видите, что у машины состояние реальное То есть никто не будет обманывать, что она в идеале Ее не перекрашивали якобы Здесь есть царапка, мы этого не скрываем Тут все по-честному Ну и еще что, стекла стоят все оригинальные Лобовое оригинальное, боковые оригинальные То есть это ничего не менялось Есть обозначение И с Японии машина пришла с оригинальными ветровичками Которые достаточно крепко стоят на месте Надпись ПАСА И задний полукруг он с тонировочкой Тонировка заводская То есть именно там все это и сделано И автомобиль сейчас на летней резине На стальных колесных дисках с колпаками Резина достаточно неплохая Хорошего качества Ну и колпаки оригинальные, тойотовские Все это достаточно гармонично выглядит Смотрится интересно Если вы думаете, что у этой машины нет багажника Я вам скажу так Багажник есть И он достаточно большой Сейчас мы посмотрим Багажник достаточно большой В отличном состоянии Покрытие не затертое, не зашорканное Под полом запаска Докатка оригинальная Тут тоже все в порядке По железу вопросов нет И очень-очень важный момент Я считаю Чаще всего Тойота ПАСА идут со спинкой сидения цельной То есть если складываешь, то все вместе уходит Это создает дополнительные неудобства То есть здесь же сидение можно разложить по частям Вот так вот это делается Вот, то есть он наклоняется еще дальше Сама сидушка Сидение заднего, она съезжает вперед Просто это сделать сзади невозможно То есть съезжает вперед И пол становится ровным То есть эти сидения, они складываются полностью Ровный пол Багажник становится очень большим И на пятой двери у нас тоже ткань Она вообще в идеальном состоянии Как у новой машины Стоит обратить внимание на вот эти швы Часто бывает, что у машин здесь проявляется ржавчина Но здесь такого нет Механизм закрытия дверью как новый То есть машина правда в очень хорошем состоянии Ну и посмотрим как открываются и закрываются двери Без лишних усилий Это говорит о том, что кузов не введенный То есть он не был в авариях Вот водительская дверь точно так же И вот посмотрите Небольшая царапка, о которой я говорил Вот она здесь Ни на что особо-то и не влияет Только для самых придирчивых Это будет некрасиво выглядеть Так автомобиль в целом по кузову По лакарашеному покрытию в отличном состоянии Салон у автомобиля очень приятный Ткань достаточно качественная Не затертая Спереди цельная такая лавка Но сидения конечно уже разделены И двигаются по отдельности Есть подлокотничек Достаточно широкий и удобный Есть ниша в нем Можно что-то туда спрятать Что еще? Ну материалы салона конечно же Такие достаточно дубовенькие Это что касается в принципе модели Но пластик в конкретно этой машине Он не затерт, без царапин Часто бывают очень серьезные царапины Со стороны водителя на панели Но здесь этого нет И комплектация нашей машины Она включает монитор Монитор оригинальный тойотовский Вот здесь вот надпись есть Он читает DVD диски В нем есть жесткий диск При желании можно подключить сюда Заднюю камеру Задняя камера недорого стоит И изображение будет уводиться именно сюда Ну и что еще? Конечно же есть кондиционер Это все управление климатом машины Подогрев заднего стекла Обогрев Интересное решение Рычаг расположен на панели Совместно с рулем Руль регулируется по высоте Достаточно удобно И часто бывает, что руль затерт В тех местах, где касаются руки Особенно с правой стороны Руль так вот крутят Правой рукой И вот это место стирается достаточно быстро Здесь потертости нет Все в отличном состоянии Ну что еще? Оригинальные коврики С надписью PASO Под ними Ткань отличная И вот сама надпись Коврики по всей машине лежат Есть розеточка на 12 вольт Прикуривателя как такового нет Но есть розеточка И есть еще японская книжечка Руководство по эксплуатации Правда здесь все на японском языке Но иногда даже картинки помогают Что-то выяснить для себя Найти нужную информацию Вот Ну что еще сказать о машине Состояние достаточно хорошее Машина только что пришла из Японии Комплектация добротная Электропакет у нее полный Коврики Есть подлокотничек Есть сиденье заднее Складывается по частям Машина очень-очень достойная Ну и еще раз вкратце об этом автомобиле Машина 2009 года выпуска У нее литровый мотор И автоматическая коробка передач Машина без пробега по России Вы будете первым ее владельцем здесь Состояние очень неплохое Интересный цвет Автомобиль продается по очень привлекательной цене И этот автомобиль находится в автосалоне RDM Import Приезжайте к нам и покупайте его Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok